Привет, друзья! С вами снова Елена. И сегодня я хочу с вами поговорить на три интересные темы. Это взаимные подписки, коллаборация и сотрудничество с блогерами и реклама на ютубе. Начнем, наверное, с взаимных подписок. Итак, я думаю, что это видео будет интересно моим новым подписчикам, может быть, даже и старым, кто уже давно со мной. Хочу рассказать свое мнение, что я обо всем этом думаю, свой опыт, какими вариантами сотрудничества я занимаюсь и что я уже, так сказать, прошла, проверила на себе. И что бы могла посоветовать. И начнем с вами с взаимных подписок. Довольно такая глобальная тема и сейчас в последнее время очень популярная на ютубе. Наверное, только ленивый эту тему не затрагивал. Ну вот и моя очередь тоже пришла. Как-то все это дело очень активизировалось и мне тоже хочется выразить свое мнение на отчет. Думаю, что будет интересно послушать. Значит, начнем с взаимных подписок. Как я к ним отношусь? Значит, с одной стороны положительно, потому что я сама с этого начинала. И когда у меня было порядка 60 подписчиков, я активно это дело применяла. Вот. И я вам скажу, что почему положительно, потому что, наверное, я таким способом нашла друзей. Вот. И девчонки, вам огромный привет. Я вас очень люблю. Вы классные. В общем, много хороших людей находишь по взаимным подпискам и интересных людей, действительно. Но, с другой стороны, в этом есть и свой минус. Например, вторая тема, да, коллаборация, она чем-то перекликается с первой. Например, у меня есть несколько каналов, с которыми мы познакомились и заключили, так сказать, пакт о сотрудничестве на основе каких-то пунктов, которые мы обе, оба, в общем, обе стороны должны эти пункты соблюдать. Вот. И, например, есть несколько каналов, с которыми мы списывались ВКонтакте. И заключали, например, такой договор, что мы друг на друга подписываемся взаимно. Допустим, просматриваем несколько последних видео, ставим лайк, оставляем комментарий. И также и тот человек ко мне тоже заходит, тоже самое делает. В дальнейшем, то есть мы не отписываемся, в дальнейшем мы смотрим по ситуации, да, если видео нам интересно, мы его смотрим и комментируем. И также ко мне люди заходят, смотрят и комментируют. Есть каналы, которые очень часто оставляют штампованные комментарии. Я бы хотела тут отметить, так же, как и с взаимными подписками, что штампованные комментарии попадают в спам. По крайней мере, у меня. Поэтому, если вы пишете там, привет, давай взаимку. Или те, кто уже по взаимке со мной сотрудничает, пишут, например, вышло новое видео. Они пишут полный просмотр, лайк, поддержка канала. Эти комментарии, такого рода комментарии. У меня попадают в спам. Так что будьте внимательны в этом плане. Я приветствую конструктивные комментарии. То есть, если вы посмотрели видео, то пишите по сути. Писать поддержка канала лайк, ну, не нужно, пожалуйста. Я уже много раз об этом говорила. Надеюсь, что люди меня услышат. Все-таки, как бы, я переживаю и за вашу безопасность на Ютубе тоже, и за свою тоже. И эти комментарии, Ютуб очень к ним относится напряженно. То есть, иногда, довольно часто они попадают в спам. Поэтому, в этом плане, все-таки лучше, если вы будете писать какой-то комментарий по сути. Да, посмотрев видео. Также по взаимным подпискам, ну, это минусы, да, я озвучиваю, что бывает, например, тоже были каналы, я не спорю, их было много, допустим, которые также вконтакте пришли ко мне по коллаборации, да, взаимная подписка, плюс просмотры, плюс лайки, плюс комментарии и так далее. И очень часто бывало, что, допустим, время проходит, заходишь на этот канал, смотришь, а у него я в подписках отсутствую. Хотя у меня с этим человеком сотрудничество. Естественно, я отписываюсь, вот уж извините. Также, еще хочу отметить про закрытые и открытые подписки. Если у нас с вами коллаборация и у вас закрытые подписки, я от вас отпишусь. Если я подписалась на вас и вас смотрю, мне интересен контент, мне не важно, закрыта у вас подписка или нет. Но если мы с вами заключили сотрудничество вот такого рода по взаимной подписке и прочим критериям, то вы должны как-то дать мне доступ к своим подпискам, чтобы я знала, что вы от меня не отписались. Вот. В этом плане очень много каналов, от которых я отписалась, потому что они отписались от меня. И я вам скажу, что очень много таких каналов, которые набирают себе подписки, а потом отписываются. Очень недобросовестные каналы. Вот. Еще хочу отметить, что взаимные подписки сейчас очень набирают обороты. И вот есть канал, блогер. Я думаю, что вы на него подписаны или, может быть, слышали уже о нем не раз. Зовут его Георгий Горячевский. Я ссылочку на него оставлю под видео. У него есть несколько видео на эту тему. На тему вот сейчас стало это как-то... Очень все об этом говорят на Ютубе, поскольку правила Ютуба меняются, да, и если у вас меньше 1000 подписчиков, я имею в виду те, кто ведут свои каналы, если у вас меньше 1000 подписчиков и меньше 4000 часов в год просмотров, то с вас снимают монетизацию. И вот у Георгия, у него есть несколько видео на эту тему, я посмотрела и проанализировала, подумала как-то на этот счет. И в этом есть особый смысл. То есть, он предлагает такую ситуацию. То есть, два блогера, которым нужны просмотры. Они заключают, так сказать, договор. Ну, условно, все на словах. И я бы в этом плане сказала, что на доверии, конечно, можно и отчет сделать, но мало кто это знает, как сделать, и мало кто хочет этим заниматься. Поэтому на доверии. В общем, просто взаимно, да, просмотреть самый длинный плейлист. И в этом плане, то есть, я бы хотела предложить вам тоже, если вам это нужно, такое, как бы, заключить договор, да, если вам нужны просмотры, пишите в комментариях под этим видео фразу «Мне нужны просмотры». Никаких ссылок мне не нужно в комментариях, потому что YouTube блокирует такие комментарии, и они попадают в спам, поэтому никаких ссылок. Если вам нужны просмотры, просто пишите. «Мне нужны просмотры». И в комментарии я вам отпишусь. Там согласна, не согласна. Ситуация, значит, в чем, вы смотрите мой самый длинный плейлист, самый длинный мой плейлист – это влоги. От самого первого видео до самого последнего. Можно поставить на просмотр плейлиста, да, там, выключить звук, это мне не важно. И просто просмотреть самый, этот, весь плейлист. Точно так же я захожу к вам, выбираю ваш самый длинный плейлист и смотрю его. И таким образом мы друг другу помогаем с просмотрами. За подписками я не гонюсь, потому что у меня их не так уж много. Кстати говоря, с сентября 2017 года по сей день, а сегодня у нас 14 февраля, кстати, кто отмечает всех с праздником, по сегодняшний день у меня пришло на роду больше 100 человек. Я очень вам благодарна, я безумно вас всех люблю и очень рада, что вы на меня подписываетесь, ко мне приходите, знакомитесь, дружите, комментируете, смотрите. Мне очень это приятно. И я хочу сказать, что очень многие пришли по взаимной подписке, либо за взаимной подпиской. И в этом плане, мне кажется, что будет интересно каналам, у которых мало просмотров, вот такой вид сотрудничества. Поэтому если нужно, нужны вам, не хватает просмотров, пишите в комментариях, мне нужны просмотры, и мы с вами посотрудничаем. У меня просмотров чуть-чуть не хватает, но у меня очень мало подписчиков. И я не гонюсь за подписчиками, хотя, конечно, я очень рада, что вы подписываетесь, приходите. Мне очень приятно. И такое лирическое отступление, когда будет у меня на канале 500 подписчиков, у меня будет конкурс. Так что делитесь моими видео в своих соцсетях, рассказывайте друзьям и все такое. Приглашайте народ, чтобы приходили новые подписчики, и у меня будет конкурс на 500 подписчиков. Пока не буду говорить, что буду разыгрывать, но будет интересно. И в плане, опять же, просмотров, да, если у вас, допустим, мало подписчиков, но достаточно просмотров, конечно, взаимная подписка, она имеет смысл. Но если у вас мало подписчиков и мало просмотров, взаимные подписки вас не спасут. Это, поверьте мне, проверено на себе. Люди приходят, но просмотры не увеличиваются. Не растут. Поэтому в этом плане смотрите для себя сами. Конечно, хорошо, что аудитория растет, но, к сожалению, вас не смотрят. Поэтому в этом плане взаимные подписки имеют минус. Так вот, как видите, да, взаимные подписки минусов имеют больше, чем плюсов. По крайней мере, для меня. Но иногда я готова пойти на взаимную подписку. И иногда бывает это очень удачно, потому что можно найти друзей хороших. Еще взаимные подписки чем неудобны, наверное, что очень много пишут детских каналов. Уж извините, я не раз об этом говорила. Детские каналы я не поддерживаю. Я, наверное, подписана всего на один детский канал. Это канал дочки моей подписчицы, с которой мы познакомились, по-моему, тоже по взаимной подписке. И то я подписалась только потому, что там это было одним из условий для участия в конкурсе. И я не отписалась, ну, просто не хочу. Вот. В остальном я на детские каналы не подписываюсь. Уж извините, я не поддерживаю такого плана каналы. Вот. И хочу плавно перейти на рекламу. Тоже у меня есть несколько предложений. И хочу рассказать еще тоже опыт свой. Какая реклама может быть? Может быть, взаимная реклама, либо просто реклама. Просто реклама. Есть очень много групп ВКонтакте, которые готовы предложить вам рекламу. Как на бесплатной основе, так и на платной основе. На бесплатной основе есть очень хорошая группа. Ссылочку на нее вы найдете под видео в описании. Называется «Ищу друзей». Вы можете написать администратору группы о себе. И он абсолютно бесплатно разместит о вас информацию на своей стене. Информацию о чем угодно. Причем абсолютно о любом портале. Будь то ВК, будь то Одноклассники, Ютуб, Фейсбук. Не важно. Вы оставляете ссылку, и он размещает информацию о вас. И, соответственно, к вам либо приходят люди, либо не приходят. Также есть платные группы, где можно и за 10, и за 50 рублей, и за 100 рублей разместить информацию. Я такими не пользовалась. Хотя, в принципе, это недорого. Есть также бесплатные порталы. Скажем так, это маркетинговые соцсети. По-моему, так они называются. Тоже я состою в двух. Ссылочки на них вы также найдете в описании. Где вы можете бесплатно зарегистрироваться, разместить ссылку на свой канал, на свое видео какое-то, которое вы хотите продвигать. На свою страничку в соцсети какой-то. И люди к вам приходят, смотрят, подписываются, либо не подписываются. Плюс этих соцсетей такого рода в том, что все люди, на кого подписались вы, со временем подпишутся и на вас. Минус, наверное, в том, что очень много шлака. Вот, извините, но очень много всяких ужасных каналов. Просто по-другому не скажешь. Контент, который, ну, не несет никакой полезной информации. И, в принципе, тебя не принуждают подписываться. Ты подписываешься на то, что тебе интересно. Но очень много ненужной информации, ненужных каналов. Вот, и их очень много. Вот, в этом плане, как бы, ну, плюс тоже, что вы постоянно проявляете активность в этой соцсети. И вам накапливаются бонусные баллы, которые вы можете использовать для своей рекламы. То есть, в этой же соцсети за эти баллы купить, например, рекламу. И тогда к вам придет больше народу. Ну, не факт, что она останется, не факт, что задержится. Вот. Вот, как-то вот так вот. Есть очень большая, дорогая платная реклама, скажем, есть каналы, которые имеют свыше, скажем, свыше двух тысяч подписчиков, которые начинают продавать свою рекламу. Соответственно, чем больше подписчиков, тем дороже реклама. Я такими делами не занималась и не покупала рекламу. То есть, я продвигаюсь бесплатно и самостоятельно. Есть каналы, которые, ну, я знаю, я просто не хочу озвучивать суммы, которые люди берут, но я не представляю, как это можно вообще так делать. Есть каналы, да, у которых свыше, допустим, 50 и 100 тысяч подписчиков. Они берут очень-очень большие суммы за то, чтобы разместить там ссылку на ваш канал, либо перед видео рассказать о вас немножко. Есть каналы, у которых вот свыше двух тысяч подписчиков, там, до, скажем, до 50 тысяч подписчиков. Они тоже берут деньги, не так много, конечно, но все равно это суммы значительные. И я не представляю, как можно такую кругленькую сумму отдать человеку, просто вот человеку с улицы, и он тебя порекламирует. Я не представляю. Я, скажем так, за всеми руками, за бесплатную рекламу. Почему бы нам друг друга не порекламировать, не помочь друг другу. И в этом плане у меня еще одно предложение. То есть, если вам нужно, чтобы вас порекламировали, у вас, например, мало очень подписчиков, но у вас интересный канал. И пишите также в комментариях, мне нужна реклама. И мы с вами посотрудничаем. Я либо расскажу о вашем канале, если он, ну, опять же тут, если у вас интересный контент, который интересен и мне, и который, на мой взгляд, будет интересен моим подписчикам. Я тогда расскажу о вас в одном из своих влогов. Просто вставлю видео с каналом. С каналом. Да, вот так вот. Надеюсь, что было интересно. Вот такое у меня мнение на этот счет. Если подвести итоги, да, то взаимные подписки, да, потому что можно найти друзей, и нет, потому что очень много шлака и лишней информации, и также недобросовестных блогеров, которые не соблюдают условия сотрудничества. Коллаборация удобная, да, но к вам пришел один человек, и он вас смотрит, комментирует. Это скорее минус, потому что дополнительного притока подписчиков вы не получите. Вот, можно, в принципе, плюс коллаборации, что вы можете установить свои условия, да, взаимные, которые будете соблюдать двое, то есть вы и другой канал, с которым вы сотрудничаете. В этом плюс. Там можно договориться о чем угодно. Но сейчас очень мало народу, кто соглашается на коллаборацию. Также есть группа ВКонтакте, я оставлю ссылочку под видео, если интересно, проходите, там можно договариваться о коллаборациях. Я думаю, что многие с этой группой знакомы. Ну, то есть, в плане коллаборации больше, мне кажется, минусов, чем плюсов, потому что, как я уже сказала, договориться можно о чем угодно, но в основном народ договаривается только на взаимную подписку, просмотры и комментарии, не более того, то есть вас никто рекламировать не будет. И, соответственно, реклама. Реклама – это двигатель торговли, да, но тут вы сами для себя выбираете бесплатная реклама или платная реклама. Конечно, платная реклама продвигает вас гораздо быстрее и более качественно, то есть к вам приходит больше народу, и они 100% у вас останутся, ну, мне так кажется. А бесплатная реклама – тут вы сами горбатитесь и надеетесь на удачу. Ну, если вам принципиально, да, набрать определенное количество народу, набрать просмотры, то, наверное, стоит подумать о платной рекламе. Если вы не гоняетесь, да, за платой, за, вот, вы хотите, как бы, своим трудом всего добиться, то, наверное, стоит поискать что-то бесплатное и воспользоваться всеми доступными вариантами бесплатной рекламы. Вот. Такое у меня было видео. Надеюсь, что было интересно мое мнение, мой опыт, мои какие-то возможности, да, варианты того, как я раскручиваюсь. И все ссылочки, которые я упоминала, вы найдете в описании под видео. И напомню, что если вам нужны просмотры, пишите в комментариях, мне нужны просмотры. И если вам нужна реклама, пишите, мне нужна реклама. Вот. И на этом буду закругляться. Ставим пальчики вверх и увидимся в следующих видео. Пока-пока!